долго сидеть ты будешь так егор переодевайся мы тебя ждем девочки обед затягивается его сергеевич не хочет переодеваться у нас ну и долго сидеть будем вас сидит уж поделась не стой не смотри а то ты не видела экран все гаснет пока лер у нас школу на вторую смену а мы вот так это практически каждый день такое нам надо сначала подумать нужно нам переодеться или не нужно да и его сергеич а его сергеич надумал что ли вроде надумал ёлка шарики хлопушки новый год новый год не скотеть давай за мной новый год повторяй новый год новый год шарики хлопушки повторяй за мной давай так ну-ка встала все попались вот так это так вы уроки делаете да да снеж иди давай уроки делаем идем покажешь я посмотрю а мне не хочешь сейчас вас подожди а ты иди делай давай 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 шагай он у меня списал вот это представляешь нет почему нет ты сам это сделал хорошо подожди покажи мне восемь треугольников ну перечисли мне восемь треугольников покажи ручкой раз ты это сам сделал давай при чем тут вася при чем тут вася при чем тут вася ты сказал что ты у васи не списывал покажи возьми карандаш и покажи мне восемь треугольников давай перечисляй не знаю списал да его а не списал срисовал да егор срисовал он не знаю что он нет он не понимает задания он видишь еще четырехугольники нарисовал наш писал пойдем смотреть твое задание ну чё снеж мне покажешь или папе папе можно я покажу восемь треугольников ручкой ну ты же уже показывала ты знаешь а снеже сделал треугольники да а ты поняла задание да или не поняла поняла ну ты его не понял можно я покажу треугольники ручкой подожди Васюша ну что зачем ты еще то дорисовал задание ты так и не понял раскрась восемь треугольников разным цветом написать себе что они стеклянные раскрасить их восемь штук я тебе подскажу в каких-то треугольниках будет одно стеклышко накладываться на другое уху раскрасишь придешь хорошо а я пойду покажу пойдемте у нас снова снег не знаю видно не видно падает снежок такой девчонки читают Василиса съездила с папой в библиотеку взяли такую древнюю книжку Вась какая книга палеонтология в картинках еще вот даже Антони древние Егору взяли Егору мы взяли ее почитать да там крупный текст и ему нравится такое читать для снежи Вася взяла Белла про котеночка а ты чего еще взяла вот Дэзи Медонс это мой любимый писатель уже понятно а какую ты еще книгу читала а я ее продлила Дэзи то не писатель а писательница вот а ты продлила ты ее не дочитала понятно в общем теперь у тебя две книги этой писательнице да и что ты еще взяла для уроков вот Василис ругаю ругаю такой бардак опять и учебники и книжки рассказы Толстого и Чарушина только очень аккуратно книжечки старенькие очень аккуратно с ними нужно обращаться или читаем сами ну там у нас Егор на заднем на заднем плане у нас Егорка вот там кто видит в общем он листал книжку и наверное ему сейчас снятся динозавры это Вася у него ты у него вытащила книжку да про динозавров в общем он начал читать и уснул это еще не все сейчас мы остальных покажем Миша у нас уехал к зубному ну в платный он поехал бесплатный он не соглашается ну понятно что у Егорки никого нет в общем у нас тихий час вот так папа у нас отдыхает сейчас Василису повезет ой будем делать УЗИ сосудов головного мозга потому что нужно выяснить почему у нее глаз теряет зрение вот так ооо ты что вот это что вытворяет нас котел такая милота да Лера у нас в школе а внизу всю траву перетеребил ой он наверное спал там в этом горшке надо сейчас идти убирать там земля на подоконнике ну это кошка это кот ты это водичкой умываешься а он вот язычком он у нас чистолюбивый чистоплотный чистоплюйка он у нас да чистоплюйка еще раз сейчас снег покажем вот так к нам весна приходит ой опять пятерня у нас прям такая не знаю видно вам нет вот смотрите видно прям ее прям четкая все пять пальцев кто оставил признавайтесь чьи отпечатки а чьи кто оставил отпечатки пальцев ужас еще пальцы в общем раз в неделю уже недостаточно окошки мыть ну плюс еще с улицы вот запачканная потому что идет дождь например когда или снег с дождем вот эти капли они как-то подсыхают потом остаются на стекле а в холодное время я не мою окна дождь что говорю дождь снег у нас идет но все равно там плюс да сереж на улице то за бортом то как плюс ну пока не тает девчонки тут у меня оккупировали лампочкой играетесь да помашите всем ручкой всем привет вас тебя и не видно там всем привет всем привет вот это самый светлый Васька ты переодеваешься что ли в общем я не знаю я опять включила камеру ну может быть без комментариев будет ролик просто вот смотрите Егор не может выучить стихотворение то его реакция на то что у него не получается стихотворение выучить но он хитрый он увидел что у меня в руках телефон и он сейчас вот уже не кричит да Снежь а вот до этого он специально громко кричал он знает что мы не любим когда он кричит и он это делает нарочно Вась ты помнешь так учебники я не помню в начале я его всегда оправдывала что ну вроде как он сам себе не хозяин что ты показываешь вот а теперь я понимаю он это делает спецом специально это Васин доклад про зяблика на сегодня а можете я его прочитаю куда на телефон да нет не будем в общем съездили мы на УЗИ у Василисы правый глаз у нас теряет зрение в общем у нас спазм с сужение сосуда опять к неврологу будем дальше обследование проводить потому что нужно знать причину почему этот спазм идет в общем кровоток у нее идет нормальный как бы равномерно везде все но вот в правой стороне у нее идет спазм да угу вот ей бы сейчас спокойно посидеть а у нас вот такие вот крики иоры вот смотрите вон там стоит он увидел что в руках камеры все затих это хитрющее теперь создание у нас Егор Сергеевич надо было его назвать Лиса Сергеевна а не Егор Сергеевич да ты стишок ты нам выучил а я выучила да я понимаю что и выучила ой ладно ой ладно девчонки меня читают в общем сейчас к нему бесполезно заходить пока он не прокричится в общем ему нужно прокричаться и только потом можно к нему идти а так бесполезно он затихнет на минутку и опять начнет кричать то есть ему нужно пока не пропотеет а мы только ждем да Васюш угу сейчас посмотрела еще раз в этот что нам написал доктор ангиоспазм правой передней мозговой артерии написал в общем в понедельник мы к неврологу пойдем брать направление на энцефалограмму или завтра нет завтра не будет врача а в понедельник почему и дальше что там будем выяснять почему такое все происходит да Снежка да Снеж так сидишь ну ты в шортиках конечно но все равно многие меня спрашивают дети у вас так одеты они у меня все время ходят в шортиках даже если у них платьишки одетые потому что девочки любят кувыркаться играться а у нас в семье есть и мальчики поэтому я их заставляю носить шортики или бриджики коротенькие да 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 пойдем вставай пойдем Егор Егор пойдем Снеж сейчас я с Егором зубы почистим я тебя поцелую угу угу есть хочешь пойдем зубы почистим пойдем пойдем поднимай что пошли пойдем давай 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 Используем.